Музыкальный коллектив Гармонии Название нашего коллектива это практически творческое кредо, которым, наверное, все сказано. Мы исполняем музыку очень разную, начиная от старинной музыки 17 века и кончая музыкой 20 века. В разных жанрах и оперная, и камерная музыка, музыка ретро. То есть вся музыка, которая исполняется на пластических музыкальных инструментах и не требует никаких приспособлений. То есть все исполнение живьем без микрофонов и без какой-либо электричества. Ну обычно мы берем какие-то пласты музыкальные. Ну вот скажем, берем какое-то время, вот как мы строим свои программы, например, период рубежа 19-20 века. И показываем, какая музыка существовала в это время, как она была связана с теми событиями, которые происходили в культуре вообще в жизни. Или другой подход у нас такой, что мы берем какой-нибудь жанр, например, онтология романса русского, или музыка в стиле ретро, и пытаемся всевозможное это осветить. У нас также взаставили нашему коллективу ансамбль русских народных инструментов. Вот поэтому мы иногда играем вот и классику в народной интерпретации, делаем такие программы. Кто был на наших концертах, тот это знает. Но сегодня у нас программа совсем другого рода, это, в общем, для нас эксперимент, и, наверное, не только для нас. Во-первых, это литературно-музыкальная композиция, а не чисто музыкальная программа. И, во-вторых, она сделана на основе музыки 19-го начала 20-го века и современной поэзии. Ну, почему такое сочетание? Некоторые считают, что современную музыку, современную жизнь может передать только современная музыка. Ну, вот, с ее ритмами, с ее такими атональностями. Ну, мне кажется, что это не совсем верно, потому что есть вещи вечные, и просто каждое поколение, каждое новое время интерпретирует это по-своему и воспринимает так, как близко этому времени. Поэтому, мне кажется, что при определенной трактовке, как раз именно классика может очень выразить то, что мы все переживаем сейчас. Поэтому, вот, сегодня у нас такая программа. Я не буду говорить о том, что в программе очень многие романсы, большинство из вас знает, я думаю, практически все, пусть это будет для вас сюрпризм. Я скажу об авторах, я скажу о канцелях. Теперь о исполнителях. Ну, вот, вообще в нашем коллективе, в соответствии с названием, и мужчин, и женщин, и порт. Но сегодня, вы видите, здесь одни рталки. Вот, а, значит, мужчины у нас сегодня сидят исключительно в зале. Вот, но это тоже не случайно. Наша сегодняшняя тема – это любовь. И любовь не только в таком смысле, а любовь вообще, то есть в более широком смысле, не только мужчин, а и женщин. Вот, нам кажется, что в наше время надо посмотреть на это немножко глазами женщин. Хотя у нас сегодня в программе будут и стихи, и романсы, как от имени мужчин, так от имени женщин. Но все это будут исполнять женщины, хотя мы специально не акцентируем внимание на каком-то женском понимании, нет, мы просто исполняем то, как мы это чувствуем. Но это то, как мы чувствуем и видим и переживания женщины, и переживания мужчины, и вообще все наше время. То есть это вот наше видение, так сказать, того, что происходит. Но я вам сразу скажу, что сначала программа была додумана как эллигическая, но не получилось. Потому что, вероятно, наше время для тихой грусти плохо как-то приспособлено. И в результате получилась программа, эпиграфом которой можно считать строку тючево и роковое их слияние, и поединок рокового. Так что о гармонии можно говорить только с позиции закона единственной борьбы противоположностей. Хотя у нас диалектика сейчас не вводит, но вот тем не менее это так. Значит, сейчас я вам представлю сегодняшних исполнителей. Значит, это Елена Орлова, сопрано. Для тех, кто слушает ее впервые, несколько слов Елена Орлова, соприканица музыкальной академии Грессиных. Она солистка Московской сетажной филарии. Людмила Группина. АПЛОДИСМЕНТЫ Людмила ученица Елена Васильевна Образцовой. Она закончила консерваторию по классу Образцовой. К ней большой выпускной список от Саратовского театра, оперы и балета. Затем музыкальный театр Мистаниславского и Мироуча Данченко. И новая опера по звуководству. Пианистка Ольга Белая. АПЛОДИСМЕНТЫ Также в нашей программе сегодня будет принимать участие лауреат международных конкурсов, пианистка Татьяна Веретейникова. Ну, она будет идем несколько позже. Вы ее услышите в конце. Потому что помимо доявленной нашей обязательной программы, у нас еще будет в конце небольшой кусочек, который мы хотели бы посвятить. В частности, пианистка Татьяна Веретейникова. Ну, а теперь, я думаю, когда все издавна прошли... Извините, пожалуйста. Хотя до весны еще... Еще через неделю, и если говорить о весне в более глобальном смысле, то, возможно, мы сейчас переживаем конец, на самом деле, дорогой отцепили. Но мы все-таки будем сейчас с вами думать о том, что наступает весна. И мы начинаем нашу программу, которую мы назвали «Песни любви, желаний и надежды». Хочешь, я вспыкну звездой Самой яркой на ней Или солнца лучом Упаду тебе на ладонь Или ветром весень Распушу твои жесткие волны Или пугливой волной Пробегу, оставляя след Но ты не смотришь на звезд Не видишь лучей В солнце Не замечаешь ветра И что для тебя волна И все Если однажды Ты выйдешь на свет И счастье Верь Это я сверкнула Чтобы спасти тебя Если солнечный луч Утром тебя разбудит Это мое желание Чтоб ты уберел мир Если ветер весенний Идти тебе помешали Значит мне очень нужно Чтоб ты всегда был сильный Ну а волна, Акатя Как-нибудь ненарок Знай, я хочу всего лишь Креп тебя Аплодисменты 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 Я скажу потом Не улыбнусь Аплодисменты Аплодисменты